Всем привет ребята девчата вы на канале Ndupo, меня зовут Андрей Хай и сегодня я вам расскажу про свой старый компьютерка на котором я работал, стримил, делал для вас ролики, до чего я его вообще продаю вам может. Интересно будет до чего я это сделал. На самом деле этот ролик должен быть ещё был давным давно, но что-то всё до него руки не доходили, но да ладно. Я хотел вам показать как я устанавливал систему на компьютер Windows 10, но тут произошёл такой коллапс, система не хотела ставиться просто-напросто, там была ошибка. А всё потому что я использовал этот SSD на 120 гигабайтах, который туда поставил. использовал просто для переноса файл копирования, но вы поняли. из-за этого файловая система сломалась, мне пришлось преобразовать его через командную строку и потом у меня получилось. что вы посмотрите я там об этом говорю, но скажу заранее. А так я хотел вам показать как устанавливаю систему, но да ладно. Логик получился очень интересным, так что досматривайте его до конца и буду от вас ждать комментариев, что вы думаете насчет того, что я его так решил продать. Такую легенду можно сказать. Да. А перед началом самого Логика подписывайтесь на наш канал. Будем вас там ждать, обязательно подписывайтесь, чтоб не пропустить все новости, которые происходят со мной и не только, а вам приятного просмотра, ну а кто-то в первый раз подписывайтесь на канал. И так, ребят, я тут уже это винду установил, вот сейчас идет, я завершающий платник установил. У меня еще диск, посреди, не на том, не в том, а романтибал пришлось его преобразировать, команду мою строку преобразовать и он был в ГБТ, ГПТ, а надо было в МБР. Я думал, почему у меня ошибка. Качество такое, ребят, потому что драйверов нету, поэтому все крупное, надо сейчас будет все устанавливать. Установка у меня заняла винды где-то, не знаю, меньше 10 минут, сейчас идет настройка. Я также тут плоску поставил, десятку драйвера скачал этот драйвер. У них выходит драйвера, два раза в неделю, ой, месяц из них почти готов. Видите, как выглядит чистая винда, все крупное, разочнее, потому что драйверов нету, качаешься в этих драйверах. Там есть, существует такой парк, где ты качаешь эту программу и драйвера все необходимые, там я скачиваюсь. Я пожалую сейчас, ребят, пока отключу, отключу телефон, вот через провод к этому ПК и на хорошей скорости загружу. Это догорилось, чтоб есть пластиковый, а у меня Wi-Fi адаптера в моем компьютере подключу. Короче, сейчас подключу телефон напрямую по интернету к этому компьютеру, скатаю дрова и вам подключу. Ну что, ребята, вот я все восстановлю сейчас, без пяти, девять сейчас я начал где-то в 6 часов все это делать. Устанавливается быстро, но тачка всего была бедной, потому что интернет не такой был быстрый. Так что, я управлялся где-то за двучаса. Остановили я по мелочи устанавливал. Итак, я устанавливал дровера, два браузера, яндекс, хром, инвидео, дефор. Чтоб обновить дровер, обновлять офис. Это установил стандарт. Активатор еще установил и все при себе готово. Кстати, я думал, винда будет не активирована, она активирована. В принципе, все, ребят, установил я. Все, что необходимо компьютеру до работы, а всем пользователем будет, что будет им пользоваться. Он в дальнейшем все доустановит, что ему необходимо. Моя задача устанавливать все то, что компьютеру надо для работы. Это мы главное дровера и все. Конечно, ребят, я вам скажу, запуск системы, как он запускается. Но это вот и тут чисто видно. Да. И как запускается? Нормально. Это просто чисто на секунды, но зато секунды вот эти решают. В целом я его выключаю. Замешение работает. Сейчас монету переключится на мой. компьютер вот. Пока немного мышкой поселить, потому что она тут подключена. Надо будет подключить, подумать. Так вот, сейчас я хотел ребят, его рассказать. Вот что, ребят, у меня решало дома от этого компьютера. Это коробочка от материнской плоты. А там внутри еще щеки есть у купыного и проводочек морекса. Но состепенного я это не доведел как-то. И еще был переходник вроде DVI на сжимах. Потому что мы день возились в разъем на DVI на выход из зима. Я думаю, ребята, вы меня возили. А? Потому что тут у этого процесса, который тут стоит весь уронное видеоядро. У них это нету. И до этого обязательно как бы надо видеокарты. А тут можно и без видеокарты на нем сидеть. Но, сами понимаете, видеокарты он будет работать и производить и не так. Наслушаем. По-моему, мы его на стол поставим. Решили поставить его на стол так лучше, я думаю, будет что-то брать на крае какие-то наркотики. Зачем? Тут моя наркотика давнейшая. Пускай будет. Зачем он сделать ее. Что я внутри вообще поменял за все время? Это видеокарта у меня была MSI на 750 АТА на 1060 на 4 гигабайта зонток. А там была она и 2 гигабайт в ресурсе. И поменял системо охлаждения башни RGB подсветок. У меня она, кстати, работала только там. Разъемы такие хреновые и присадили их. А так красиво рассматривать. Ну и все. А так все. Больше ничего в нем и не менял. Видеокарту и башни. Вот это коробка от этой башни от охлаждения. Вот как видите RGB. Я уже положил эту коробку. Пульсик переключать может буду. И там еще крепление есть другое. То есть все у меня в комплекте. Вот такой режим DVI. Но RGB. В эту коробку надо будет получить провод от блок питания и заодно туда переходить. А я из RGB. Мы про него сказали. На нем начинался мой канал. Он как бы легенда понимает. Служил веры и правы. Красавчик. Ребята, знаете что? Я хотел в принципе. Я думал там идейка была. И подписчики предлагают мне его продавать. Лучше бы разыграл на канале. Я что-то думал. Думал. Вы не думаете, что я вот такой жадный, что не разыграл вот этот компьютер, а продаю? Нет. Пусть от этого компьютера достанется хорошие руки. Кто будет на нем тоже работать, может и играть и обслуживать его как я обслуживал его. И думаю вот так он еще несколько годиков прослужит, поработает. Правда, надо было питание там по системам. С момента покупки вообще не чистятся. Поэтому вот так. Но его как бы разбирать ужас. Моя задача выполнения. Я установил систему за второй тренинг. Заберет этот компьютер. Я его попросил разберешь, почистить и поменяешь паспу на ведущий вопрос. Он сказал. Окей. Ну в общем, вот такие ребятушки мои дела. Правда, знаете, на душе такое. Тогда, например, завтра у меня его заберут и его как бы жалко будет. Потому что он как бы, сколько времени с ним был. Но я думаю, да пришло погасаться, но что поделать? Назве когда-то с кем-то расставать? И вот для меня вот это и пришло. Грустно, конечно, будет с одной стороны. А с другой в холодные руки попадет. И так, ребята, давайте я вам сейчас немного расскажу. Для чего я вообще компьютер этот продал? Зачем? Вы, может, спрасти. И долго его и покупали, и до сколько его, в принципе, взяли. На следующий день родственник забрал этот компьютер. И где-то, честно говоря, но времени не было, почистил. Он меня пасту и выставил на вид за 20 тысяч. Я сразу посоветовал за сколько его выставить. Я так и думал где-то за 20 тысяч выставить. Он стоял месяц за 20 тысяч. Никто не писал, никто не звонил, не интересовал. И мы решили снизить цену до 18 тысяч. И пол месяца где-то тоже не было. Не сообщено ничего. И где-то 28-го, 29-го декабря этого года, 23-го. Купили его за 18 тысяч. Я говорю, Женьке, ты тысячу себе остался как бы за работу. Что-то ты почистил и поменял саму пасту. Потому что он и тоже работу выполнял. И он меня перевел 17 тысяч. Для чего я его продал? Мог, например, оставить себе как память о том, на чем все начиналось. Но я делал мой канал наш. Точнее, как продолжал. Но ребят, этому компьютеру, как и всем компьютерам нужно работать, а не стоять просто так. Почему я не разыграл его предлагаемый? Но ребят, вот эти вырученные деньги с него я инвестировал также в канал развития. Купил себе тут оборудование и так далее. Все новые почти, почти. Где-то с авиа, где-то в магазине, где-то еще что-то. В общем, купил все то, что я хотел для создания контента этого качественного. Не то, что у меня до этого было. Кстати, все это записано с распаковкой, с установкой, все ребят. Записано просто в материала, тоже очень много надо. Много там времени уйдеть на него. А все время все уходит на блог, чтобы его смонтировать. Так что, думаю, вы меня понимаете. Но не волнуйтесь, вы обязательно это увидите. Я вас не особо без этого. Как бы, ребята, я думаю, вы со мной согласитесь, что я, наверное, правильно сделал. продал и выинвестировал эти деньги на продвижение, на развитие всего этого. Для меня и для вас, чтоб вам было смотреть еще лучше, еще качественнее картинку и так далее. И надеюсь, этот компьютер достался тоже достойному человеку, который будет за ним ухаживать, смотреть, обслуживать его, как и я. Придолжение ему, которое я сделал. Поддержите. Поддержите. Да ведь. Так что, буду ждать от вас комментариев. Твое мнение. Поддержитесь. А также, я еще родителям купил ноутбук. Правда, так, бушный. Так, распечатать что-то в интернете посидеть и так далее. Теперь купил и им купил. Все. Вот так. В общем, я, как бы, эти деньги не себе оставил, а вложил в это все. Я думаю, вы со мной полностью согласитесь. А если вы согласитесь со мной, то почитайте в комментариях, напишите, что да, Андрюха, ты все правильно сделал. А тот, кто хочет от меня какой-нибудь подарок получить, давайте я разыграю вот такие мои наклейки. Такие. Нашего канала. Думаю, вам будет приятно. Такую наклейку от меня получить. Что да, это возможно сделать. Да. Все просто. Напишите. Хочу. Наклейку. И все. И чтоб ютуб не заблокировал комментарии с телеграммом вашим. Давайте так и сделаем. Вы подпишитесь на наш телеграм-канал. Потом в телеграмм канале напишите, что Андрюха, это я хотел наклейку. И мы с тобой свяжемся до уточнения адреса, куда вам отправить эту наклейку. Потому, что ютуб удаляют ссылки на ютубе почему-то в комментариях. Поэтому так намного проще будет. И вы подпишитесь на канал, и нам с вами будет намного проще вязаться до отпаления вот такой наклейки. Правда, ребят, не надо говорить, что вам не надо. Просто от души такой мини подарок. Ведь эти наклейки до вас сделаны. Вам, чтобы их расстроить. Я до вас их делал. Поэтому это можно сказать ваши подарочки. До вас. Так что вот так. Подписывайтесь на канал. И конечно участвуйте в этом розыгрыше. Вот таких наклейок у меня еще достаточно. Количество. И конечно делитесь этим видео с друзьями. Пусть которые смотрят мне будет безумно приятно. Вот такая небольшая история получилась. Что продешло. Там при том, зачем я его продал. Надеюсь вам было очень интересно послушать. Спасибо большое. Ребятушки мои хорошие за просмотр. Вы были на канале дуполгу. Всем до новых встреч. А я не прощаюсь. Мы же в этой ноте. Так что. Увидимся совсем скоро.